В очень жестоких условиях, как это плен, когда людей избивали, а при мне избивали в кровь до потери сознания. Сколько, при себе, человек погибло или вот так? Один погиб, мы с ним в одной камере были, он погиб от зарыва. Двоих расстреляли, одного парня, одну девушку расстреляли. Не так, чтобы я их видел, но вот один жил в моей камере, а девушка была... Это мне вас не угодит, да? Да, да. Тихо, слушаем Костину, лекция начинается. Так, ну, наверное, не лекция, наверное, встречу непривычно будет головой мотать вот так, чтобы на каждого посмотреть, чтобы не сидеть затылком. Так, на самом деле, когда я провожу встречи, я рассказываю на различные темы, это касается и как я изменил свою жизнь в 2008 году, как начал путешествие, и как я проехал автостопом вокруг света. Но вот, как мне доложили, вы тут все путешественники, соответственно, вам это не интересно, вы сами, как мне сказали, можете быть учрелями путешествий. Так что, видимо, сегодня будет тема в основном именно серии, именно плена. Ну, видимо, да, если что-то будет интересное из того периода, когда я изменил свою жизнь, когда я в 2008 году умолился, на следующий день взял рюкзак и поехал в первое путешествие, что-то, может быть, вам будет интереснее из кругосветного путешествия. Я обозначу только то, что за кругосветку я проехал 37 стран, это Финляндия, Прибалтика, Ближний Восток, Африка по восточной стороне, почти все страны Латинской Америки и в Азии прокатился. Вот, соответственно, если эта тема вам будет интересна, вы задаете вопросы, так же я, в принципе, отвечу. Если мы говорим в основном о серии, о плене, давайте немножко предысторию расскажу, чтобы было понятно, да, какого черта этот сволочь вообще залез в плен. На самом деле в серии я был в начале кругосветного путешествия в 2010 году, в октябре месяце, буквально 8 дней я проехал через Латакию, Дамаск и Дарау. В Латакии сейчас, как вы, наверное, знаете, Мимим наша база, вот, Дамаск, собственно говоря, центр нашей, как бы, стороны, а Латакия, это, ой, а Дараа, это тот город, откуда вообще война началась. То есть, получается, вот три таких основных пункта я зацепил в 2010 году. В 2013 году, когда я был здесь, в Питере, в августе-в сентябре, в сентябре меня... В августе-в сентябре я хотел полететь из Питера в Египет, в пустыню Сахары. Сам я из Томска, родился, выучился, пять лет работал на космос в Томске. И я хотел полететь в пустыню Сахары, чтобы там, на дне самим собой, где просто есть пустыня, в десятках километрах от населенных пунктов, в нескольких километрах от пустой дороги, практически без машин, которые прожить, три недели, 21 день с закрытыми глазами, ушами, молча, без людей, животных, птиц, растений, где вот есть только песок и я, где, по сути, пустыня убивает, но возрождает заново. Это я прочувствовал, когда я был в 2010-м, вот, в пустыне Сахары, в три дня, там, прожил на дне самим собой. Это было очень глубоко, поэтому здесь у меня появилось желание снова туда вернуться, именно в то же самое место, но уже на подольше. Вот, и, собственно говоря, когда я был здесь, в Питере, меня друзья зазвали, поехали в Абхазию с нами на машине. Я отмахивался, но в итоге, вот, на следующий день, 15 сентября, я согласился, и спонтанно я честанул, значит, вместе с ними, по две тысячи на бензе складывались, и мы поехали в Абхазию, а с Абхазией я уже автостопом поехал в Египет. У меня было очень большое желание, внутренний голос, вы здесь путешественники, и вы, наверное, ну, либо большинство, либо даже все в своих путешествиях научились слушать внутренний голос. Особенно глубоко, не так, как это бывает в повседневной жизни. Меня мои путешествия научили очень серьезно относиться к внутренним таким высоким, глубоким каким-то желаниям, стремлениям. Соответственно, здесь, когда мне голос назойлива на протяжении долгого периода, там, нескольких дней, недели, полторы, две, наверное, говорил, ты должен проехать через Сирию. 2013 год – это то время, когда война уже шла два года, но о ней, в принципе, не очень много говорили. Да, по телевизору маячило, типа, в Сирии идет война, но это было не так, как в последующие годы. Соответственно, я знал, что идет война, но я не знал, кто с кем воюет, я не знал, что Россия поддерживает президента, я не знал, куда я еду, точнее, где я буду пересекать границу, куда я попаду. Вот, я следовал своему голосу, первое, второе. Так как я был уже в Сирии, я видел этих людей, вы меня в этом плане, скорее всего, поймете. Я видел их глаза, я впитывал их миры, я трогал их руками, кто-то проявлял гостеприимство, у кого, с кем-то я здоровался, прощался в объятиях. То есть, это люди, с которыми я соприкоснулся в 2010 году, и здесь, когда они уже находились в состоянии войны, я хотел принять их боль. Однажды, когда я был на даче, в 25 километрах от Томска, от своего города, где родители сейчас живут, я уже лег спать в 11-м часу вечера и услышал по телевизору, что идет война. Это первая информация, которую я узнал. Это было весной 2013-го, два года, я не знал о том, что идет война. И меня настолько это сильно пробрало, что я просто взял и пошел домой в Томск пешком, то есть, 25 километров ночью. То есть, меня до слез, вот реально до слез пробрала вот эта боль, что люди, возможно, мертвы, те, кого я знал. И, соответственно, я хотел соприкоснуться с этой болью, хотел принять эту боль. Третий пункт, почему я поехал, потому что наши вот, к вчерашнему празднику, наши деды и прадеды были на войне, и у них есть опыт военного времени. Но, во-первых, таких людей осталось единицы в нашей стране, к сожалению, время берет свое. Второе, это люди того поколения, а не нашего поколения. Мы с вами другое поколение, мы смотрим на мир иначе, и я хотел изнутри увидеть, соприкоснуться с войной, что это такое, и потом этот опыт принести вот в наше время уже с точки зрения молодого человека, а не того там 70-80-летнего старика. Вот, соответственно, вот основные, наверное, несколько пунктов, к чему я все-таки залез в Сирию. Это был очень осмысленный шаг, и в начале кругосветного путешествия я подъезжаю к Дагестану. Мы едем на фуре, ночь, степь, никого нет, машины, дорога пустая совершенно. И мы с водителем общаемся на какие-то философские темы, но вся философия его сводилась к двум пунктам – к деньгам и девочкам. Вот все, о чем бы ни говорили, все туда сказывалось. И в ходе разговора я понял, он не очень хороший человек, он в голове немножко так, бзюк у него есть. И в какой-то момент он меня спрашивает, боюсь ли я смерти. Я говорю, нет, я не боюсь. То есть я не боюсь в той степени, в которой вот обычные люди боятся, потому что я знаю, я не сильно напортачил, я считаю, что души реинкарнируют, соответственно, я умру, и я все равно появлюсь на земле. И, соответственно, нет такого глубокого страха. Что он делает? Вот, можно? Вот давай с тобой, да, чтобы было уж так. Вот он сидит за рулем, значит, позади сидушка, ну, спальное место. Он правой рукой, левой рукой рулит, правой залазит под одеяло, достает пистолет, и вот на таком расстоянии подставляет пистолет и спрашивает выстрелить. Я понимал, что если я скажу, да, он может вполне выстрелить, тело откинуть назад в степь, взять мой телефон, ну, телефон, ладно, дешевка, фотоаппарат профессиональный за 3-4 тысячи долларов, на тот момент, в общем, объектив уже был, где-то 5 тысяч в сумме все это было. Ну вот, и уехать. Он из Дагестана, и мы подъезжали к Дагестану. Когда я подъезжал уже на других машинах, мне все говорили, а кто был вообще в Дагестане? Один, два, три. Нет, я опасаюсь, поэтому, собственно, я и пришел сюда. В общем, вы были в Дагестане, как вам? Очень гостеприимен, надморозно. Не, не очень. То есть в Чечне лучше было? Вот мы как бы наслышаны, да, Питер далеко от Чечни, Томск далеко от Чечни, от Дагестана, и мы наслышаны, да, была война, там неизвестно что, мусульмане, там терроризм и тому подобное. И когда я подъезжал, мне все от каких-то там, этих, хозяек кафе до полиции, до милиции в то время, говорили, не езжай в Дагестан, ты что сумасшедший, обстриги волосы. А я обстриг волосы уже после Сирии. В тюрьме они так и не подстригли мне волосы, хотя хотели. Вот, у меня были волосы, вот, чуть ниже лопаток, наверное. Шляпа была, одежда была самошитая, переодень одежду, строги волосы, сними шляпу. То есть все говорили о том, что меня украдут, меня продадут в рабство, бла-бла-бла и тому подобное. Я заехал в Дагестан, конечно же, вот с этими страхами. Я не мог фотографировать тому, что мне говорили, там цены, жизни вообще нет, тебя убьют за телефон. Соответственно, я что-то пытался делать, глядя, чтобы никто не видел, даже дети, школьники, чтобы не видели. Когда я приехал в Дербент, один из старейших городов, я познакомился с мэром действующим. У него была предвыборная кампания, в общем, там акция в старой мечети, они кормили тех, кто пришел в обед в мечеть. Я с ним познакомился, с его помощниками, и его помощники мне еще экскурсию привезли по городу на машине. И у одного из них я переночевал. То есть, заехав в Дагестан, я соприкоснулся с очень высокой степенью гостеприимства людей, а не вот с этими всеми страхами и опасностями. Соответственно, когда накануне Сирии все турки, которым я говорил, типа, я хочу через Сирию проехать, они говорили, это опасно, там война, ни в коем случае не езжай. У меня сработал тот пунктик. Мне все кричали, накануне Дагестана, там опасно. Оказалось шикарно. Накануне Сирии все кричали, это опасно. Ребята, в Сирии оказалось просто сказочно. Это не игра слов. Это не игра слов. Я пробыл в плену ровно три года, день в день. И когда я уже был в плену, я осознал многие знаки, которые мне были показаны накануне Сирии. Это вещи, отдельные какие-то слова, там, друзей, либо вообще незнакомых людей, в том числе и водителей, с которыми я ехал. Это сны. Все вокруг речало о том, что я еду не в Египет, а я еду именно в Сирию, именно в тюрьму. Вот прямо от скопища этих знаков. Когда я попал в плен, через где-то месяц, наверное, я их осознал. Ну, настоящий дурак, он понимает знаки только после того, как его приведут туда, куда ему нужно попасть. Вот. А накануне Кругосветного путешествия назвал себя дураком, потому что только дурак может пойти туда, не знам и куда, и принести то, не знам и что. Мы путешественники, по идее, мы дураки с большой буквы, потому что мы путешествуем, мы находим... Мы идем туда, мы не знаем, куда идем, и мы не знаем, что принесем на самом деле. Вот. И здесь, здесь в первый месяц мне приснилось два сна, очень такие глубокие, содержательные, образами. Они показали, сколько я буду в плену, и для чего меня сюда привели. Один из снов я, ну, понял достаточно быстро, то есть я проснулся, и многие пунктики я понял, что это значит, омерзи вот эти. А другой сон я понял только по поводу того, что, скорее всего, я три года буду в плену, вот. А все остальное я понял только уже на третий год плена, вот глубину вот этого сна. На самом деле снов было больше, какие-то сны были очень такие смысловые, а многие сны... Ну, кстати, кто осознает сны? Кто во сне осознает, что он спит и может менять сны? Есть такие? О, замечательно. Чуть-чуть. Когда оказываетесь в тюрьме, у вас срабатывает следующее. Вы вот изо дня в день в одной и той же камере... Вот в туалет в ванну я пока не заходил. Давайте вот вспомним классическая ванна с туалетом, вот советская. Небольшая ванна, и в соседний, значит, туалет уберите вот эту стенку, и у вас получится приблизительно полтора на два двадцать. В такой камере я месяц прожил, не выходя. В двойной такой камере полтора на два двадцать, полтора на два двадцать с отверстием я прожил еще пять месяцев. Вот. И, соответственно, сознание привыкает к тому, что ты находишься постоянно в одной и той же комнате, и в какие-то моменты, будучи спящим, во сне, видя картинки, там, дом, дачу, какие-то знакомые места, вдруг хлоп, так, а я же вроде в тюрьме был, ааа, я сплю, и вы начинаете управлять сном. Ну, я летал всегда, летал во сне, там, менял декорации, людей менял, в общем, в основном я летал во сне. Без карелиев просто с желанием, но об этом можно отдельную тему заводить. Что такое тюрьма, что, почему она явилась сказкой, а не мукой? Это вот здесь мои родители, друзья, друзья даже с других стран, где я был, это вот в том числе Намибием, представляете? В Намибие даже люди в Мексике, в Аргентине, в Чили узнали, что я в плену, и они писали на Фейсбук о том, что я не шпион, меня заподозрили шпионом, а что я путешественник у них был тогда-то, тогда-то. А для, вот, собственно говоря, всех, кто здесь был, это был ужас, потому что они не знали, что со мной, но я видел, что со мной все нормально. Вот, смотрите, вот, один, два парня, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, посмотрите друг на друга, можете вы назвать себя террористами, злобными, ужасными, кровожатыми вы сейчас резать горло будете? Я думаю, что никого здесь вот присутствующих нет таких. Меня в серии окружали приблизительно такие же люди, это были молодые, в основном молодые парни, 22-27 лет, вот, постстуденческий возраст. Соответственно, они ко мне были очень добродушны, они меня приглашали за стол лишний раз, давали еды больше вкусной, когда я был в камере, на свежий воздух вводили, то есть я видел нормальных, вполне адекватных людей, поэтому страха у меня не было. И еще один момент, почему я вернулся через три года в плену вот такой вот жизнерадостной, а я вернулся вот таким же. А-а-а, все классно, все клево, не то чтобы классно, я на свободе, не, классно, в общем, отдохнулся по буджечку, реально, будучи в тюрьме, вы представляете, будучи в плену, не просто в тюрьме, в плену, когда на тебя бомбы сыпятся, реально на нас сыпались авиабомбы, 30, 50, 70 метров, наши небольшие... Наши небольшие вот такие стекла, 6-миллиметровые стекло, взрывезги разлеталось, пыль сажа вот так, куба разлетала, значит, в камеру, и потом, видимо, вакуум образовывался в точке взрыва, и так, все это дело высасывало, и потом, значит, пыль просто оседала, не пыль, а сажа, ну, и песок. Сустя, а кому подчинялись эти молодые люди, и кто бомбил? Ну, бомбил Башар, бомбил президент, и вот, собственно говоря, это его самолеты, потом наши российские прилетели. А молодые парни подчинялись? Это свободная армия, это свободная армия, оппозиция президента. Если их делить, то это получится, кто-то воюет за свободу, просто против президента, кто-то воюет за религию, потому что у президента, вот, кто окружает президента, их называют алявиты, здесь, там, аляуи. У них нету ислама, у них нету религии, на самом деле, это очень нехорошие, на самом деле, люди. А вот те, где я был, они значительно лучше. Вот просто как людей оценивать, если те люди, которые меня держали в плену, они были значительно лучше, чем вот окружение президента. К сожалению, вот Россия поддерживает не лучших ее людей, к сожалению. Вот, и они воюют против президента, чтобы убрать его режим. Кто-то воюет за религию, потому что им нужен ислам, а в окружении президента ислама нет, а здесь ислама реально больше. Вот, а кто-то воюет, потому что вот он оказался в этих условиях, ему вроде и свобода не нужна, и ислам не нужен, и ему нужна работа, потому что если ты солдат, ты получаешь деньги, если ты в тюрьме работаешь, ты получаешь деньги, просто потому что у людей нет работы. Вот так. Поэтому мы сами выбираем, мы сами выбираем, как нам относиться к тем условиям, в которые мы попадаем. Вот уже вернувшись из серии, я высказал такое вооружение. Мы можем сломаться в трудной ситуации, а можем использовать ее, чтобы стать чище и сильнее. Так вот, те люди, которые меня держали, свободная армия, они думали, что они меня используют, чтобы получить свою выгоду. То есть их люди находятся в тюрьмах президента, и нужен обмен. Я русский, Россия поддерживает президента, соответственно, Россия может надавить на президента, чтобы меня обменять, чтобы их люди вернулись домой. Те люди думали, те, кто меня держал, думали, что меня используют, что они меня используют. А я так это, молча смеялся, ну не злостно, не как-то вот, вот, а просто смеялся, типа, ребят, это не вы меня используете, это я использую эту ситуацию в своих же интересах. Нет, 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 я им просто этого не говорил, они бы не поняли. Я уже на тот момент, я через какое-то время начал по-арабски говорить, но все равно это арабский плохой, потому что я в основном в одиночках жил, даже по собственному желанию. Вот. Я думаю, что многие из вас понимают, что путешествие это некие условия, которые мы можем для себя создать, чтобы работать над собой. Путешествие это классно. Домашние условия это хорошо, когда человек осмысленно работает над собой. Путешествие это еще лучше. Но, ребят, плен на войне это еще лучше. Это еще больше. Да, да. И я-то ехал на три недели в пустыню, чтобы совершить некую такую депривацию, практику, чтобы получить просветление, открыть третий глаз, а кто-то там из небесной канцелярии так посмеялся и говорит, что-то три недели в просветлении, третий глаз маловато. Давай-ка три года. Да, три года вот в плену. Поэтому, а еще когда меня арестовали, ну, там еще не было ареста, я только перешел... Какая ситуация произошла? Тоже вот в довесе к этим знакам. Смотрите, я, значит, в Турции приезжаю на самый юг, уже на границу с Сирией, подхожу к ППП, к пограничникам, у меня российский загранпаспорт, я, значит, подхожу и даю им, они смотрят, они понимают, что я русский, что меня там арестуют, они всю эту ситуацию знают. Но эти турки не говорили по-английски, а я ни слова не понимал по-турецки. Они пытались мне объяснить, что меня арестуют, они прямо так и показывали, тыкали на меня пальцем, показывали вот этот жест. Ну, вы понимаете, да? Если на меня показывают и вот этот жест, соответственно, скорее всего, меня там арестуют. Это я понял. Я у них по-английски спрашиваю, типа, почему, почему меня арестуют? Они бла-бла-бла по-турецки, я ничего не понимаю. Через пять минут говорю, ребята, поставь, вот прям показываю, поставьте мне штамп, и я пойду туда. Им надоело меня слушать, значит, они действительно ставят мне штамп выходной вот этот. Я довольный, забираю паспорт, подхожу к последним воротам, большие ворота, такие металлические стержни, по границ, значит, смотрит паспорт, видит выходной штамп, открывает ворота, я выхожу, он закрывает ворота, и вот эта вот дорога между двумя сторонами, метр, наверное, 200, и там, значит, большой плакат, как вот рекламный баннер, был натянут белый, и, значит, что-то по-арабски было написано, и по-английски, значит, свободная армия. А я ехал в Египет, чтобы раскрыть себе внутреннюю свободу, я такой думаю, о, классно, свободная армия, свободу открывать, значит, я подхожу, я подхожу, значит, к первому погранцу, уже сирийцу, даю ему паспорт, он увидел, он-то все понял, и я еще, дурак, ничего не понял, он, значит, меня садит в машину, мы метров еще 100-200 проезжаем, заходим в офис, там, значит, человек шикарно говорит по-английски. Вот здесь все, там нет, там нельзя, чтобы турки говорили, если бы они говорили, они бы объяснили, что, где, как происходит, что меня, почему меня арестуют, я бы не зашел туда. А вот небесная канцелярия сделала так, чтобы турки по-английски вот именно в этот момент не говорили. А тут все, я прихожу, замечательно по-английски, он у меня так, ну, мужичок, наверное, лет 40-45, такой большой, крепкий, ну, начинает спрашивать, так, все хорошо, типа, кто я такой, там, имя, зачем я приехал в Сирию, я говорю, ну, я путешественник, там, еду в Египет, т-т-т, и тому подобное. Вот, мне принесли чай, знаете, турецкие рынки, вот эти вот, красивенькие, женская фигурка, а у меня, значит, приносят чай, я вообще со смартфонами тогда не дружил, а он, значит, серийц на войне, открывает смартфон, открывает карту, начинает показывать, здесь, значит, снайпер, здесь тоже, здесь опасно, т-т-т-п, и по ходу дела начинает объяснять всю политическую ситуацию в Сирии. Он мне объясняет, мол, того, что они, это свободная армия, они воюют против президента, Россия поддерживает президента, ты влип, и я понимаю, вот, вот, реально, у меня сразу такая картинка в голове проносится, представьте, обычный советский Ваня в годы Великой Отечественной войны решил совершить путешествие в Испанию через нацистскую Германию, что с ним произойдет? Но, он не шпион, он не солдат, он никто, он путешественник, но его как минимум арестуют, и я понял, что со мной произойдет, и я так уже... И расстреляют своих сразу. И расстреляют, да. Ну, в общем, я о своих-то не думал, хотя наши тоже меня побомбили, и в итоге я так говорю, так может быть, если тут все опасно, я тогда в Турцию часа на... А они уже отзвонились начальству, и типа, нет, все нормально, сиди, сейчас приедут. В общем, приехали солдаты-офицеры, одного привезли, он, не солдат, не офицер, хорошо говорит по-русски, правда, хэкает, и я подумал о том, что он в Украине учился, и он реально в Украине учился, но хэкает не потому, что украинские у него, а потому, что в арабском нету буквы Г, у них такая же украинская Г. Вот, ну, и он снова поспрашивал меня, снова все объяснил, забрали ноутбук, видеокамеру, хералтария, загранпаспорт, телефон, это все не эксцентрабочный, посадили в машину, я думаю, ну ладно, ну, в общем, ну, приключения, ну, поеду, ну, и что, не рыпаться же там, что, плакать что ли? Вот, ну, и в итоге меня привезли в первую тюрьму, такая бывшая, большая военная база, только через несколько месяцев, когда меня уже перевезли в Алеппо, я узнал, что вот эта деревня называлась рай. Вы представляете, оказаться в плену, в тюрьме, на войне, в деревне под названием рай. Вот, ну, в общем, это на всю жизнь. В общем, через 12 дней, первые 12 дней я жил в общей камере с ребятами, ну, такие вот, чуть-чуть постарше меня, они ни слова не говорили по-английски, ни слова не говорили по-арабски, но мы смеялись до слез, вот реально мы смеялись до слез, по вечерам и ночам, потому что с утра до позднего вечера я был на свежем воздухе, играл в футбол, кушал халву, абрикосовое варенье, там, курицу и там подобное, с офицерами, вот, и через 12 дней меня, меня спрятали в камеру, в скрытую камеру, то есть в одну камеру заходите, там есть дверное отверстие, завешанное пледом темным, лампочка специально не горит, и там, значит, коридорчик, и три скрытые камеры меня туда спрятали, я не знал почему, в общем, через некоторое время, через месяц, когда меня начали снова выводить только по ночам на свежий воздух, я спрашивал об Удиапа, один из офицеров, который ко мне очень хорошо относился, вот, пять человек за все три года, которые искренне ко мне очень хорошо относились, А Удиапа, это вот, третий, ну, второй заместитель начальника тюрьмы, сам начальник тюрьмы, и второй офицер в армии, вот, представляете, зам, премьер-министр России, вот этот человек ко мне лучше всех относился, и он сказал, если меня не получится обменять, меня вывезут в Турцию, отпустят, просто так, еще деньги отдадут за взорванную Hero 3, потому что мой Hero 3 президентский самолет взорвал, ну, там, отдельные истории, а в Турции, камера GoPro Hero 3, то есть, а в Турции там были турки, или курды? в Турции, я не знаю, то есть, я когда, так, есть ошибочная версия, если кто-то в теме, пока я сидел в плену, гуляла версия о том, что меня из серии перевозили в Турцию, этого не было, я все три года, весь этот срок был только в серии, вот, ну, в общем, вот так. Как тебе было особое отношение со стороны администрации или ко всем так относились? Ко мне, ко мне, с первой же, с первой же минуты ко мне было исключительно особое отношение, вот, буквально с первых же, вот, слов. Во-первых, они не видели, с моей стороны, никакой агрессии, второе, что немаловажно, они не видели во мне страха, независимо от того, что я вот оказался на войне, я оказался в тюрьме, в руках ислама, исламистов, я не проявлял страха, у меня не было страха, потому что я реально видел адекватных людей, вот, и они видели, что я ничего плохого, в принципе, не сделаю, поэтому вот тот самый Абубакар, второй генерал в армии, который, вот, по сути, премьер-министр, он настолько проникся доверием ко мне, что когда я уже был в Алеппо, он перевел меня из камеры в комнату, то есть это было большое такое здание, бывшая школа, главные ворота, в полуподвале были камеры, здесь солдатская комната, здесь сторожевая комната, здесь кухня, а здесь пустые подсобки, с прошлого остались, там хлам был, и он меня перевел вот в эту комнату, деревянные двери с разбитыми окошками, без всяких замков, я мог совершенно спокойно ночью выходить в туалет, вот, во двор, здесь огромные деревья росли, то есть это вот пространство открытое, вот, и в кухню мог заходить, рано утром, часа в четыре, там, в пятом часу, когда светало, я с наушниками бегал, он мне вернул ноутбук, зная, что я не буду выходить в интернет, ну, и такой возможности не было, конечно же, вот, и он знал, что я не сбегу, я никуда не денусь, хотя я мог сбежать, потому что была лестница на второй этаже, на втором этаже окна были открыты, я мог совершенно спокойно, у меня рюкзак, все мои вещи, ноутбук только загранпаспорт у них, мог спрыгнуть и попытаться убежать, вот, это реально возможно было, но я не сбежал по одной, наверное, причине, не из-за страха, не из-за риска, а из-за одной причины, вы представляете, какой мне был дан подарок, чтобы от него отказаться и попытаться сбежать, если меня сюда привели, чтобы я совершил, чтобы я что-то познал для себя, чтобы я пожил в этих условиях, чтобы потом эти приключения рассказывал своим правнукам, да, у горячего камина, то есть нафига нужно сбегать, если вот такой вот огромный подарок, вот эти три года, это самые счастливые, самые лучшие годы в моей жизни, они перекрывают путешествие вокруг света, почему, потому что, кстати, в деревне рай я жил у Бабы-Яги, в гостях три месяца, вот в этой скрытой камере, это была избушка Бабы-Яги, тоже долго рассказывать, но в общем, есть такое, а еще потом у Коще Бессмертного жил, то есть я жил реально в сказке, а вкратце, кто такие Бабы-Яга и Коще? Учителя. У них такие клички? Нет, Бабы-Яга, это была ее избушка, это не был человек, это был... Ну расскажи, объясни, если ты имеешь в виду. Хорошо, когда меня привели вот в эту скрытую камеру, а меня спрятали, потому что ИГИЛ приходил за мной, когда меня арестовали, ИГИЛ и Свободная Армия были союзниками, вот так они показывают дружбу, арабы. Да, там вот схожие есть жесты. Шуай-шуай, чук-гузель. Да, вот, и когда меня привели в эту скрытую камеру, чтобы меня ИГИЛ не забрали, А ИГИЛ бы, кирдык-башка, в первую же минуту я увидел на рельефной стене три стены были, обычная штукатурка, а одна была из камней сложной и такой песочный оттенок очень красивый. Окон не было, окно было только на потолке в левом верхнем углу, небольшой такой 50 на 50, на стойках чуть-чуть металлический лист был, и солнечный свет попадал независимо от времени суток, либо это было дневное освещение, либо лампочка отсюда, рельеф на стене прорисовывал очень ужасную, очень страшную старуху с таким змеиновидным лицом в профиль, вот с этой стороны. Когда я увидел, меня реально стало не по себе, вот очень неприятно, у нее был головной убор, как у фараонов. Только спустя какое-то время, я не помню, там недели две, три, наверное, неделю, я понял, что это реально баба-яга. Почему? Потому что, во-первых, у нее был головной убор, и на уровне лба было яйцо, я сейчас не помню, у меня зарисован дома блокнот, то ли сверху, то ли снизу, сверху, кажется, вылазила змея, как у фараонов, вот здесь, на головном уборе. Змея – это кундалини, энергия кундалини, яйцо – это рождение, это вот сгусток. И еще, может быть, какие-то моменты были, я понял, что это реально баба-яга, некий такой учитель, я в своем стихотворении даже написал, что-то как-то баба-яга, жена фараона, как-то вот так, в общем. И в рельеф кто-то специально создал, или это было? Нет-нет-нет, это просто вот камни укладывали, стену делали, да, и я ее увидел. На самом деле, я там видел и Пушкина, и другие, в общем, огромное количество образов. Во-первых, это не случайность, и тому, собственно говоря, все знаки, которые мне были показаны накануне серии, и тот, известный, который я видел. Я, кстати, сейчас сон вам расскажу один, с комментариями, с трактовкой. Мы когда ехали, мы когда ехали от границы, вот в первую тюрьму, в этот, в деревню Рай, один из офицеров так мне сказал, так мне сказал, you are very lucky man. Я тогда не понял, почему он так сказал, почему я счастлив, человек. Да, типа, ты очень счастливый человек, ты удачливый человек. Я тогда не понял, понял со временем, когда я узнал более глубоко вот всю обстановку, которая происходит, потому что, если бы я реально зашел на территорию ИГИЛа, то, ну, я бы с вами здесь не сидел, на чертоту. А далеко было? А? Территория-то далеко была? А от чего? Ну, от того места, от этого рая. А, ИГИЛовцы? Нет, ты говоришь, ты, если бы зашел. Вот, вот в Сирии, я зашел, вот, условно говоря, в этом месте, ИГИЛ были в других местах, а здесь свободная армия. Соответственно, я зашел туда, где нормальные люди. Если бы я зашел, допустим, здесь, в ИГИЛ, соответственно, я бы попал в ИГИЛ. Я не знаю, какие расстояния. Места, переходы границы, да? Да, их огромное количество, поэтому не чистая случайность, то, что я именно здесь пришел, потому что реально, вот эти все знаки показали, что меня вели, меня привели в Сирию. Высшие, я не знаю, кто, как вы называете, я называю высшие силы. Вселенная, Всевышний, Бог, там, то есть, имен много, суть одна. Как называется погранпереход от Турции, Сирии, где-то? Я проходил, я не знаю, как назвать, короче, это было в деревне Килис. Килис, вот с Килиса я перешел, ну, и куда-то там попал. Вот, а через несколько месяцев ИГИЛ начали воевать против свободной армии и, соответственно, не было уже угрозы, что ИГИЛ меня заберет и меня начали ночью выводить на свежий воздух, но все равно прятали от основного состава. А потом, когда как-то обнаружилось, что я все-таки здесь, когда, допустим, сидишь в офицерской комнате ночью, смотришь телевизор, кушаешь, в какой-то момент спрашиваешь об идеях, можно в туалет выйти? Говорит, да, можно, а получается такой, большая военная база, здесь большое пространство, один, огромный ангар, высокий, там огромное количество тюрем, здесь другое, в офицерской комнате и внутри, значит, ангар, там комната, большое пространство, туалет, и, значит, выходишь и там, хоп, незнакомый, знакомый солдат, который не знает, что я здесь, потому что все солдаты, все, кто не общался напрямую со мной, не приносил еду, думали, что меня выпустили в Турцию, поэтому такие вот стычки, хлоп, и ты видишь человека, а он знает, что ты вообще там в Турции, а не в плену, вот, и потом весь состав и знал, что я в плену, и я уже начал на свежем воздухе чать. А вообще какое меню было, чем кормить? Ох, вот все эти три года, за исключением двух недель в самом Алеппо, не в старом Алеппо, где я был несколько месяцев, а вот в новой части Алеппо, все это время было еды очень много, заключенные даже выкидывали еду, это рис, перловка, чечевица, картошка по-разному приготовленная, мясо, курица, овощи, простокваша, то есть в месяц Рамадан, в священный месяц, дам давали финики, арбузы, дыни, виноград, то есть халва, абрикосовое варенье, халва и абрикосовое варенье было в обычные дни, не в месяц Рамадан, вот, и я сейчас не помню, кажется, это было в холодное время года, чтобы, чай иногда, то есть в зависимости от тюрьмы, от охраны, был чай, либо не было чая, в зависимости от тюрьмы, от охраны, либо я сидел месяцами, в камеры, не выходя, либо я достаточно часто на свежеводок уходил. То есть ты рекомендуешь посетить Сирию? Ребят, у меня есть вообще-то контакты, я могу устроить, что-то там. Входить пожить можно, в принципе, да? Я думаю, как Бог определит. О, вот, точно. Договориться не сможешь, так вот, но с Богом, с Богом договориться можешь. Костя, ты всякий раз знал, где ты находишься? Нет, я не знал, но некоторые места я прямо на, там, на Google, на карте Google, вот, нашел вот в этом здании. Последние 8 дней я был вместе, меня туда перебросили уже накануне освобождения, я уже знал со дня на день, меня все освобождает, и все, шел процесс освобождения, и там вообще полная скрытность была, я не знал названия группировки, я не знал настоящих имен солдат, хотя везде я как бы знал, то есть заключенные в том числе знали. И я не знал вообще, где нахожусь, но когда я приехал домой, я нашел именно вот это здание, где я сидел, потому что путешественники сволочи умные, и я думаю, что многие из вас могут по солнцу определять время приблизительное, да, направление, там, сторон света, и тому подобное. Яхья, ему лет 25, у него жена, дочка была на тот момент, два годика, ее зовут София, Софья, он не солдат, не боевик, он просто человек, который, у которого три класса образования, он работал на пластиковом заводе, там, что-то переключал, в общем, там всякие ванны, белый пластик, ну, просто штампокка такая, и в состоянии войны просто у него нет работы, поэтому он работает охранником в тюрьме, у него даже жена не знает, что он работает охранником, потому что это опасно. Он, вот он один из пяти человек, которых ко мне искренне очень хорошо относились, большинство, это было лицемерие, то есть люди хотели показать, что они ко мне очень хорошо относятся, они все такие хорошенькие, цветочки, вот, но при этом очень хорошо считалось, что это было, ну, откровенной, такое лицемерие, А вот пять человек, это... Зачем они хотели показать? В какой-то степени это суть арабов, арабов, вот я три года прожил, не хочу их унижать, потому что все мы люди, и кто-то и над нами может смеяться, типа мы такие отстойные, да, вот. Арабам, большинство арабов свойственно поступать как дети. А я хороший, а я вот поступаю хорошо, а вот это вот замечательно, вот так поступают дети, так поступает большинство арабов. Тут они могли бы проявить власть, это тоже... Они проявляли власть, они проявляли власть над заключенными, но не передо мной. Почему, не знаю, вот то, что я уже озвучил, может быть, потому что я туда пришел не со злым умыслом, а как путешественник, потому что, может быть, я с ними вот так же легко общался, как я сейчас с вами. Представляете, люди тебя держат в плену, они избивают заключенных, некоторых есть за что, реально есть за что избивать, правда, у нас все-таки запрещено, но... Вот, и с ними вот так же легко общаешься, потому что в обычной жизни это нормальные, обычные люди. А чему еще серия научила? Тяжелые ситуации, тяжелые условия, они выжимают людей. И если в человеке свет, из человека идет свет. Если в человеке немножко грязи, вот как стиральная машина советская с двумя барабанами, вылазит грязь. Соответственно, война это те самые тяжелые условия, которые выжимают людей. Если там немножко так вот кальпасуат, то и лезет вот кальпу. Давайте шутку расскажу. В первые же дни, когда меня арестовали, конечно же, это ислам, эти люди позиционируют, что они воюют за ислам, чтобы в Сирии была религия, потому что Башар, Башар не нужна религия, там действительно религии очень мало, практически нет. Эти люди спрашивали, какая у меня вера. А я говорю, типа, я не окунаюсь в какую-либо с головой, я вот вижу, там, в какой-либо религии, там, философии, книги, фильмы, все что угодно, вижу что-то близкое для себя, я это беру. Будь то там христианство, буддизм и тому подобное. Да, мне ближе всего буддизм, идея вот этой гармонии внутренней, баланса, равновесия, несколько медитаций, реинкарнации, вот это все мне ближе, чем другая какая-либо религия, но в любой есть свет, в любой религии есть частички Бога, бесконечного Бога. Вот, и, соответственно, чтобы им объяснить, что мне не важно, какая религия у человека, вот кому важно, какая религия у человека? Нету ни одной руки, нету. Нам это не важно. У нас что спрашивают? У нас спрашивают, ты учишься, если ты студенческого возраста, ты учишься, вот для нас это свойственно, для нас это нужно, потому что учеба, это образование, это знание, это мудрость, это движение вперед. А у них спрашивают, ты мусульманин, ты молишься, то есть для них это самое главное. И чтобы мне сказать, типа, мне не важно, какая религия у человека, главное, чтобы человек был хорошим, я провел такую, как бы, параллель, вот потому что арабский еще не знал. Я ткнул в несколько предметов белого цвета, и они поняли, что я спрашиваю, как будет по-арабски белый. Они говорят, абьят. Они уже понимают речь о цвете, я тыкаю во что-то черное, они говорят, типа, асуат, я тыкаю сюда, бум-пум-пум-пум-пум, они говорят, кальп. В русском, в английском языке мы говорим белое сердце, в испанском и в арабском языке слова меняются местами, сердце белое, если вот дословно. То есть мы бы сказали white heart, по-испански, ну, кажется, вы поняли меня. Так вот, эта шутка продолжалась на протяжении месяцев семи, самых первых дней. Вы представляете, вот мы сидим, сидят солдаты-мальчишки, 22 года, 21 год, сидят мальчишки-охранники, они же, в принципе, и многие из них солдаты. Сидит начальник тюрьмы, либо вот этот вот премьер-министр, Абубакар его зовут, второй генерал в армии, хотя я долгое время потом думал, что он первый на самом деле. Вот. И Абубакар, к примеру, тыкает в какого-либо солдата и спрашивает, то он кальп-абьят или кальп-асуат, то есть он белое сердце или черное сердце, то есть он хороший человек или плохой человек. То есть они разговаривали на моем, как бы, арабском. Ну, я смотрю, реально нормальные люди. Я говорю, типа, кальп-абьят, типа, белое сердце, и они не смеются, они ржут. Представляете, это было постоянно, это было на протяжении, вот, когда я был в деревне рай, потом был в старом Алеппо еще несколько месяцев. Представляете, обычный солдат, мальчишка тыкает вот в этого Абубакара генерала и спрашивает у меня, он кальп-абьят или кальп-асуат? Я говорю, ну, вполне, он реально нормальный шаг. Типа, ну да, он кальп-абьят, и они ржут. Месяцев через семь ко мне уже вот в старом Алеппо, уже не в раю, уже в старом Алеппо, ко мне подходит один из солдат, Бухатим, и говорит, Костя, Костя, ты постоянно говоришь кальп? Я говорю, ну да, типа, он кальп. Нет, нет, правильно говорит кальп. Вы понимаете разницу? Слышите? Я такой спрашиваю, Абубакар, я не понимаю, в смысле, это кальп? Нет, 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 это кальп. Вот сейчас услышали, наверное, более явно, потому что я произнес на свой манер, на жесткий, а они говорят, это очень мягко, с очень незначительной разницей. Кальп – это наша буква К, а кальп, вот прямо очень сильно как бы акцентируют, кальп, они говорят кальп, 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 кальп. Три твердости, там мягкая, средняя и твердая. Вот с буквой К там две, с буквой, не… Ну, вот с П какой-то буквой там было очень… Более глубоко, более глубоко, то есть кальп, 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 почти не слышно разницы. И я понимаю, что я говорил не то слово, а по ходу всего этого процесса объяснения он говорит, Костя, ты говоришь кальп, вот это кальп, а вот кальп – это гав-гав-гав. То есть получается всегда, когда я говорил, хотел сказать, он белое сердце, я говорил, он белая собака, и они смеялись. А теперь, чтобы понять большую глубину вот этого всего, понятно, что в исламе свинина запрещена. Я, кстати, знаю, почему свинина запрещена, и, ну, можно подискутировать, почему вообще мясо не стоит есть, но да ладно. В общем, сказать на человека, что он свинья, это сказать приблизительно 10 полок мата на него по полной программе в недружеской форме. То есть свинья – это очень, это сверх оскорбление для человека. Сказать на человека собака – это вот… Надо на ступеньку вы не спустите. То есть тогда, когда я говорил на генерала, что он белая собака, то есть… Вот, они смеялись в том, что они понимали, что я не понимаю, что говори, у них это прикол был, они специально, постоянно меня спрашивали. А я не мог понять, почему они постоянно спрашивают меня, они прикалывались. Вот, то есть вот такие вот шутки были. И еще так… А? Товарищи генералы, знаешь, шутка понравилась. Да. Поэтому тебя и кормили. А, дальше, дальше, дальше уходим. А, когда дело заходило о религии, я им говорил свою философию, свое мировоззрение. Это будучи в исламе, будучи на войне. В первые дни я понял, что мы, говоря «Восток – дело тонкое», немножко ошибаемся. Ребята, «Восток – дело бритва». Подскользнешься – пипец. И вот в этих условиях я с ними спорил о религии, я им доказывал, приводил доводы о том, что окунаться в одну религию – это не очень целесообразно. Это не то, чтобы неправильно, это не очень целесообразно, потому что в одной религии только одна сторона – Бог бесконечный, Вселенная бесконечная. Соответственно, если мы будем отовсюду убирать то, что для нас близко, мы будем выстраивать многогранность, и на одну и ту же задачу, на одно и то же какое-то вот дело будем находить ее решение с разных сторон взгляда кидать. И находить более адекватное, более рациональное, более лучшее решение. Соответственно, я с ними спорил о реинкарнации, о том, что мы перерождаемся. Я им объяснял, почему это более, скажем так, разумная версия, а не одна жизнь. Хотя они позиционируют, что это одна жизнь, и попробуй кто-нибудь из сирийцев сказать, что мы реинкарнируем, его и забьют до полусмерти за это дело. А со мной это было в таком формате шутки. И поэтому, когда я вернулся, уже вот меня перебросили в Москву, и несколько дней я был в Москве, соответственно, с нашими ребятами. Мы заканчивали все эти процедуры, я рассказывал эти истории, и мне сказали такую замечательную фразу. Его выгнали из ада, потому что он хамил чертям. То есть вот это Каль Павьян, и вот эта вот позиция религии, где доказывал, реально доказывал, спорил с ними, хотя это непозволительно вообще ни в каком смысле. Ну вот, меня реально выгнали. Ты принял Иславу, в конце? Давайте так, я на протяжении года сопротивлялся всем вот этим натискам. Это не было такое, что ты должен принять Ислам. Нет, они говорили, что Ислам – это хорошо, что нужно молиться. И когда ты уморешь, первое, что тебя спросят, там, я не помню, то ли Бог, то ли ангелы, а ты молился, молился ли ты надежды с демона? Вот, соответственно, это был формат некого такого упрека, почему ты не принимаешь Ислам, если это хорошо, почему ты не молишься, да? И через год мне это уже окончательно надоело, потому что постоянно меня куда-то перевозили, постоянно эти были вопросы, упреки, приходили новые люди на один-два дня. Общались немножко со мной, все это было. Через год я пошли все в баню, а я как раз был с одним из заключенных. Ну, в большой камере был и я, и заключенный. И мы с ним очень много говорили. Баба, это что? Это Антона та Баба Якика. И в итоге я спрашиваю... Шутка, да? Спрашиваю, значит, ладно, хорошо, вот этого заключенного. Хорошо, что нужно, чтобы принять Ислам? Кто знает, что нужно, чтобы принять Ислам? Три раза. Ну, там не было три раза, там было три фразы. Надо сказать, ля-ля-хи-ла-ла, типа нету богов, кроме Бога. Нужно признать Мухаммада, ля-ля-хи-ла-ла, Мухаммада Расул-ла, и типа нет, это Мухаммад пророк, значит, Бога. И принять, что Коран это вот божественная книга. Хорошо, ля-ля-хи-ла-ла, что еще нужно? Скажи Мухаммад Расул-ла, Махмад Расул-ла, что еще нужно? Нужно признать Коран, хорошо, признаю, что еще нужно? Ну, все, ты мусульманин. Ну, то есть, таким вот образом, чисто теоретически, я принял Исламу, потому что реально мне просто надоело это. Я думаю, ладно, я от них махаюсь. Хотя в Исламе есть такое понятие, как мунафик, что значит лицемер, и я целенаправленно, не хотел быть лицемером, и вот в этой области, и в других. И, ну, вот так вот получилось. И потом мне начали говорить, а ты молишься? Через некоторое время я, ну, пошли все в баню, ладно, буду молиться. Вот, и... Тебе-то не может казаться от Ислама. Ты скажешь, что ты не Ислам, и все, тебе кирдык будет уже здесь. Да мне порвать. А с Кротого пообщался? А? С Кротого пообщался? Он к нам в Томск приезжал на фестиваль путешественников, вот, в апреле месяце, и я вот с ним пообщался, потому что я знаю, что он принял Ислам, и так, на нормальных ценах я спрашиваю, слушай, Антон, ну, почему ты принял Ислам, да? Вот, ну, как бы узнать, почему. Вот, на самом деле каждый сам выбирает, и здесь нельзя говорить, что это правильно, это неправильно. Просто, если человек окунается во все, по чуть-чуть, он просто становится более многогранным. Хотя, может быть, у... Есть глубина. А? Есть глубина еще у всего. Да, 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 кто-то, может быть, в этой жизни должен пройти именно вот это. Соответственно, здесь нельзя говорить плохо, хорошо, нужно, не нужно. А? Аллах, агбах, аллах, агбах. Так она коленицу... Надо еще узнать, где стороны света. По поводу глубины и серьезности, если верить в другим интервью, которое ты давал, ты говорил, что ты просил Коран, не было других книжек. Да, да, да. Коран читал целиком и ссылался на суры. Да, но когда меня привезли в первый день в тюрьму, там был один начальник тюрьмы, и когда меня перевели вот в эту скоритую камеру, я говорю, Абухатим, ну, это другой, то есть там был солдат, а здесь начальник тюрьмы тоже Абухатим. Абухатим, а он говорит по-английски, я вот хочу Коран почитать, потому что у меня забрали ноутбук, у меня вообще ничего не было, и одиночная камера хотя бы что-то читать, но на русском надо. Вот сказал, иншал, иншал, кто не знает, иншал, типа, если на ту будет воля бога. Я думаю, многие знают. И в итоге это было 16 октября, где-то в середине ноября он погиб, тоже забавно так погиб, он уехал в Алеппо, там взорвалась ракета, его перевезли в Стамбул, в Турцию, там он вылечился, когда ехал обратно, его убили Дааш, ИГИЛовцы, там говорят, да, здесь ИГИЛовцы. Он был не очень хорошим на самом деле человеком, такой кальпасуат, типа, черное сердце, серое, темно-серое. Вот, и сменился начальник тюрьмы, вот этот начальник тюрьмы Абурает, он очень хорошо ко мне относился, и я говорю, вот буквально при первой встрече Абурает, я хочу Коран почитать. Он, недолго думая, достает телефон, звонит солдату, который на тот момент был в Стамбуле, в Турции, и говорит, все, через неделю тебе будет Коран. Мне привезли три таких тома, то есть две тысячи страниц, на арабском, на рубском, и очень много комментариев. Вначале я читал вот просто сквозь зубы, потому что я начинал несколько раз читать Библию, там несколько, две-три страницы прочитаю, и откладываю, все, ну не мое это, вот оно бьет, это вот, ну, не то. Здесь тоже очень трудно было читать, но делать нечего, поэтому я читал, а потом постепенно как-то вот влился и уже перечитывал на несколько раз. Соответственно, некоторые суры, некоторые вещи, я могу прям реально цитировать с Корана, тем больше там было очень много комментариев, пояснений. Вот, в Коране, кто не читал Коран? Кто читал Коран? Есть такие? Нет, не читается. То есть есть несколько человек. Ребят, если у вас как-то вот внутренний мир потянется, я вам советую прочитать Коран, но включать фильтры, потому что в Коране, как, в принципе, я так полагаю, в Библии, и, возможно, то же самое в Торе, потому что единобожие оппозиционируются, в принципе, они все, по сути, на одно лицо, только в Библии там изъяты вот эти око за око, зуб за зуб, больше милосердия, хотя в исламе тоже очень много милосердия. И в Коране действительно очень много хорошего. Это та книга, которую стоит прочитать. Видимо, и Библия та книга, которую стоит прочитать, но есть такой пунктик, почему стоит прочитать, наверное, в первую очередь Коран, потому что Коран за 1400 лет не был изменен, ни одна буква в нем не была изменена. Когда жил Мухаммад, все это дело записали, он не умел писать, его по диктовку все записали, там еще перепроверяли после его смерти, те, кто знал Коран наизусть. В Коране нет вообще никаких изменений. Не будем рассуждать от Бога, от Мухаммада и тому подобное, от инопланетян, возможно. Я, кстати, не исключаю такие версии. А Библия на русском языке, которую можно прочитать, вот у нас в России, это перевод, перевод и переводов. Ну, в общем, я думаю, что не стоит окунаться в тему религии, потому что религия и политика – это всегда бесконечная дискуссия. А третий глаз и просветление все-таки? Не знаю. Не знаю. Не упомянуло, я-то не знаю. Ты сказал, в пустыню ехал, на три недели достичь, и за три года ты что, достиг или нет? Не знаю, честно скажу. Но, но третьим глазом я не вижу. Вот так, чтобы прямо явно там хлоп что-то увидеть, такого нет. Может, надо в пустыню все-таки на три недели? Я думаю о том, чтобы завершить. Но Египет, я не знаю, сейчас опасно-безопасно. Если не Египет, вот то место, куда я ехал, потому что там уникальное, очень красивое место с белыми горами. А вода там была? А? Вода там была. Воды не было, в том-то и дело. А в бутылках немножко. Только вот в воду и немножко фиников. Если не Египет, если там опасно, тогда в Марокко, скажем, всего. Ну, в общем, это под вопросом. Но я думаю о том, чтобы завершить вот начатое и прожить три недели в таких условиях. Да, сейчас мне нужно как бы встать на ноги финансово, потому что я до сих пор в долгах у нас везет. Смотрите отличия обычных путешествий от Сирии. Когда я совершал кругосветное путешествие... А кто совершил кругосветное путешествие? Есть такие? Кто посетил... Ну, условно говоря, больше 30 стран. Больше 30, есть несколько человек. А разные континенты чтобы было? Ну, замечательно. То есть суть не в кругосветном, суть в том, чтобы больше увидеть разнообразного. Когда я совершал кругосветное путешествие, я, по сути, раскрыл для себя вот тот мир, который я увидел. Те культуры. А я пересек все пять основных культур, если не будем говорить там об индейцах и тому подобное. То есть это наш западноевропейский, арабский, африканский, латиноамериканский, азиатский. То есть пять основных таких масштабных культур. И вот это путешествие, оно раскрыло во мне этот мир, оно вывело мое сознание, мое мышление на планетарный уровень. Не на уровень вот Томска, там, либо Россия, а на уровень всей планеты, глобальный такой уровень. Когда я оказался в плену, первый месяц, наверное, когда я был вот в этой одиночной камере, это сутками, 24 часа в сутки открывается окошко, тебе дают еду, там, 30 секунд, может быть, что-то еще скажут, закрываются, и вечером так же. Минута-две ты видишь человека, и все остальное время ты сидишь один. Вначале я окунулся в свои воспоминания из путешествий. Потом, через какое-то время, я начал сам путешествовать. Я прыгал по всей Латинской Америке на мотоцикле с девушкой, из-за которой я попал, собственно говоря, в плен. Она здесь, в Питере, живет, нынче оканчивает университет. И потом, постепенно, я начал путешествовать уже не на Земле. Я путешествовал, бегал по Луне, я купался в Солнце, вот как в океане мы купаемся, я также купался в Солнце, буквально в смысле. И дошло до того, что я выбежал за пределы Вселенной, я сидел на краю Вселенной, я удил тишину, условно говоря. То есть, вот выходишь сознанием на уровень всей Вселенной. Вот в этих сжатых условиях, вот в этих серых камерах. Если сейчас вам сказать, ребят, вернитесь домой и просидите в ванне месяц, я думаю, что никто из вас не просидит, потому что у вас есть возможность очень легко выйти отсюда. Либо самостоятельно, либо сказать, ну все, я уже не могу, открой, пожалуйста, дверь. Там этого нету, там ты хочешь, не хочешь, ты сидишь. Поэтому начинаешь гулять во Вселенной. Поэтому вот эти два отличия, два путешествия, это два больших отличия. Там открываешь, выходишь на уровень планеты, здесь выходишь на уровень Вселенной, потому что делать больше нечего. Это первое. Второе. Кругосветное путешествие, оно подарило огромный объем внешней свободы и немного внутренней свободы. Кто из вас уходил целенаправленно в длительное путешествие? Допустим, сказал, все, я на год еду в путешествие, неважно куда, вот главное, чтобы вы из дома, допустим, на год выезжали. Есть такое. Было тяжело первое время? Да. Потому что вы не просто едете на 2-3-4 месяца в какую-либо страну и с неопределённым сроком, да, в любой момент вернусь. Нет, вы ставите себе цель совершить большое путешествие, длительное путешествие, необязательно кругосветное. И вы знаете, что за это время вы не вернётесь домой. К родителям, друзьям, в привычном образ жизни. Не там. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!